Большое спасибо за приглашение выступить на конференции на секции специалистов по лучевой диагностике. Хотел взять эпиграфом к своему докладу выдержку из романа Булгакова, когда Азазела стреляет через подушку в закрытую карту. Но это вот та проблема, тот вопрос, который мы, онкогинекологи, совместно со специалистами лучевой диагностики должны ежедневно решать, то есть найти, охарактеризовать и точно попасть в невидимое. Задача эта сложная, и мы решаем ее в отношении каждой новой пациентки ежедневно и еженедельно, как уже здесь было сказано. Потому что нам, клиницистам, как правило, и в прямом, и в переносном виде видна только верхушка айсберга. Безусловно, объем этой работы огромен, рак шейки матки продолжает оставаться актуальной проблемой для онкологии, и, к сожалению, перспективы неутешительные, прогнозируют к 2050 году до миллиона новых случаев в год наши статистические мировые службы, работа будет только больше. Говоря о методологии обследования этой сложной группы пациенток, мы, конечно, апеллируем к рекомендациям, которые готовят многочисленные медицинские профессиональные организации. МРТ – это и Европейская ассоциация онкологов и гинекологов русская, ассоциация онкологов России. Ну, все специалисты вторят о том, что золотым стандартом обследования пациенток больных раком шейки матки является МРТ малого таза с контрастированием, но объем, модальность этих исследований может варьировать от ультразвукового исследования до ПЭТ-КТ в зависимости от показаний в каждом конкретном случае. Сразу хочу оговориться, что идеология нашей клиники, отделения онкогинекологии – это стремление все-таки к так называемому оптимальному объему обследования, рекомендованные европейскими и отечественными ассоциациями онкологов – это МРТ малого таза, КТ грудной клетки и брюшной полости. Мы используем эти методы изначально для определения стратегической задачи, выбор наиболее оптимального метода лечения для пациента. Задачи, которые мы должны решать со специалистами лучевой диагностики, они вроде бы стандартны. Классификация МРТ рекомендует нам оценить под категории Т, Н и М и в зависимости от этого выполнить стадирование и подобрать необходимую модальность лечения. Вроде бы задача простая, задача для студентов, но, как мы все знаем, есть много своих очень тонких нюансов. Дело в том, что и модальность лечения больных раком шейки матки, она сильно варьирует в зависимости от распространения опухоли, от ультраконсервативного лечения при поражении ин-ситу, методик органно-сохраняющего лечения при микроинвазивном раке шейки матки, это трафиолоктомия, до радикальных объемных вмешательств по типу операции Вергейма и тазовых экзентераций. Безусловно, в первую очередь необходимо сконцентрироваться на характеристике категории Т, тумор, и если будет возможность, мы продемонстрируем клинические примеры, сейчас я буду рассказывать то, что помню наизусть. Первый случай, пациентка молодая, вроде бы H-силл, выполнена конизация шейки матки, но при гистологическом исследовании коня биоптата есть подозрения на очаг микроинвазии. Мы выполняем МРТ предоперационно органов малого таза, и специалисты не дают каких-то специфических извинений остаточной опухоли в сервикальном канале. Мы выполняем простую экстерпацию матки лапароскопическим доступом. Гистологически мы находим еще два фокуса микроинвазии плоскоклеточного рака умеренной дифференцировки до 2 мм. Мы не говорим о том, что это какая-то клиническая ошибка или недосчет со стороны специалистов лучевой диагностики. Мы говорим о определенных ограничениях метода и его чувствительности. В любом случае, у данной пациентки лечение адекватно по объему. Другой пример. Схожая ситуация цитологически. Циан-ситу в шейке матки. Выполняется конебиопсия. Но выявлены также два фокуса микроинвазии 1,5-2 мм. Но, несмотря на то, что пациентке 33-34 года, пациентка имеет одного ребенка, но настаивает на сохранении репродуктивной функции. Выполнено контрольное МРТ. Остаточные опухоли не выявлено. Но мы выполняем уже другой объем вмешательства. Лапароскопически выполняется тазовая линфодисекция. А влагаличным доступом выполняется радикальная трахелоктомия. Гистологический диагноз полностью подтверждается. Ни в присрочном гистологическом исследовании дистального края резекции отсутствуют опухолевые клетки. Ни при уже окончательном патоморфологическом исследовании всего операционного материала. Ни в шейке матки, ни в связочном аппарате, ни в лимфатических узлах таза распространение опухоли не выявлено. И пациентка продолжает наблюдение. Ее уже было более полутора лет. Но, к сожалению, пока беременность еще не состоялась. Можно вопрос при планировании трахелоктомии, при планировании органсохраняющего лечения? Ирина Анатольевна, для... При планировании, спасибо. При планировании органсохраняющего лечения, при планировании трахелоктомии, на какие параметры по данным МРТ вы опираетесь? Выполняете ли вы какие-то особенные измерения? Какие позиции вам нужны, чтобы были отражены в описании или обсуждены на тумарборде? Ну, безусловно. Дело в том, что, говоря о изменениях по типу Science-Citu или микроинвазивном раке, мы не хотим сказать о том, что лучевые методы диагностики находятся где-то на второй позиции по принятию решения. Безусловно, в данном случае патоморфологическое исследование является базисным, потому что, как правило, максимальные изменения находятся уже в удаленном препарате, в конебиоптате. Именно на этом основании принимается решение о возможности органосохраняющего лечения. Выполнение МРТ мы считаем в данном случае, безусловно, необходимым, ввиду попытки найти либо остаточную опухоль, опухолевую ткань, либо многофокальное поражение, если такое существует. И, безусловно, нам необходимо знать состояние лимфатических узлов, потому что все-таки по статистике хоть этот процент минимален, но и при микроинвазивном раке мы находим поражение региональных лимфатических узлов. Безусловно, опять же, мы все учитываем определенные ограничения выполнения магнитно-резонансной темографии после выполнения конебиопсии, особенно с использованием высоких энергий, потому что интерпретация МР-находок крайне затруднительна на фоне послеоперационных и коагуляционных изменений экта и эндоцервикса. Ответил я на ваш вопрос? На МРТ зачастую бывает сложно при опухолях, например, экзофитной опухоли, в пределах, неважно, передней, задней губы, когда мы видим изменения, прилежащие к стенке свода влагалища, и мы не можем сказать, это, например, утолщение, изменение кинетики контрастирования, связанное с опухолевой инфильтрацией, или же это какие-то паратуморальные воспалительные реакции, насколько это принципиально для определения тактики лечения. Если мы уже не говорим о трафилоктомии, просто вот экзофитная опухоль, и мы не понимаем на МРТ, что, собственно, со сводом влагалища. Это будет принципиально для хирурга, и мы должны над этим биться, или это… Спасибо, спасибо большое за вопрос, если разрешите. Вопрос в общем. Иногда мы видим экзофитные, так скажем, изменения в… Вы знаете, да, вы можете быть уверены, на МРТ у нас есть такие последовательности, дивизионные последовательности, и, соответственно, на них мы можем определить, и вам, если вы не можете, тогда вы делаете биопсию. Я думаю, что все в результате упирается в результаты биопсии. Если вы хотите… А вы гинеколог? Вы онкогинеколог? Отлично. То есть вы же знаете все, да, почему же вы этого не говорите? Это в рамках дискуссии просто у вас так? Прекрасно, это просто была дискуссия. Мы хотели в этом докладе идти постепенно, да, от рака на месте до каких-то распространенных форм. Следующий пациент, опять, это, на мой взгляд, интересный клинический случай, это медик, занимающий достаточно высокое положение в своем медицинском центре. Жизненная ситуация. Полип, выполняется гистероскопия, удаляется полип гистологически, кроме полипа, аденокарциномы. Совершенно неожиданная ситуация. Пациентка обращается в наш центр для консультации дальнейшего лечения. Первое уточнение в диагноз рактиломатки, безусловно, вносят наши специалисты-морфологи, которые говорят о том, что карцинома имеет эндоцервикальное происхождение. Выполнение МРТ малого таза исключает наличие опухоли в эндометрии и говорит нам о том, что опухоль локализуется в цервикальном канале примерно в средней трети до 16 мм в диаметре. В общем, это эндофитная опухоль, которая совершенно не определяется при гинекологическом исследовании в зеркалах. Как раз вот тема доклада, когда и даже айсберга мы не видим. Но в данном случае опухоль, которая не распространяется ни на теломатке, не имеет экзофитное строение, не переходит на параметрии. И по данным МРТ малого таза региональные лимфатические узлы свободны. Для нас в этой ситуации МРТ поставил правильный диагноз, уточнил локализацию опухоль. Безусловно, мы оценили распространение процесса. Важен нам и размер, потому что в тех модальностях, которые мы имеем для лечения уже макроскопически определяемых опухолей шейки матки, для нас важен размер до 20 мм. До 20 мм мы еще сохраняем эту опцию в выполнении малоинвазивного доступа лапароскопического аналога операции Виргейма, что и было выполнено в данном случае. И морфологически диагноз, поставленный рентгенологами, полностью совпал по распространению Т1, В1, Н0, М0. Для чего мы еще, в каких случаях просим нам помочь рентгенологам? Если речь идет о местно распространенных стадиях рака шейки матки, это стадия 1, В2, включая стадию 2, В, тогда, когда имеются либо большие размеры опухоли более 4 см, либо имеется распространение опухоли на параметре, либо переход на влагалище, как уже был задан вопрос. Для нас, хирургов, наверное, в первую очередь, и это основной вопрос нашей сегодняшней сессии, что делать? Мы все же придерживаемся той идеологии, что при распространении больше, чем 1, В1, условия для радикального хирургического вмешательства, они минимальны. И поэтому основная модальность вводного лечения для этих пациенток является для нас в настоящий момент, во всяком случае, в последние несколько лет, применение неодивантной химиотерапии в дозоинтенсивном режиме. Это могут быть различные схемы, но, как правило, рекомендации, что они должны основываться на препаратах платины. И для нас здесь заключение специалистов МРТ-диагностики будет, наверное, решающим. Есть данные МРТ до начала лечения, дозоинтенсивная химиотерапия и обязательно МРТ-контроль для того, чтобы оценить лечебный эффект по критериям РИЦИСТ. Если мы получаем объективный ответ в виде частичного, а иногда, слава богу, такие варианты у нас лечения тоже есть, полного ответа, в таком случае мы решаемся на выполнение комбинированного лечения и идем на радикально неразберегающую экстрепацию матки стазовой лимфоденоктомии. И модальность адювантного лечения необходимой схеме лучевой терапии уже зависит от заключения наших морфологов наличия негативных факторов прогноза. Для оптимизации этого процесса, потому что нам приходится все плотнее и плотнее работать в связке с специалистами лучевой диагностики, нами был разработан специальный протокол описания МР-исследования органов малого таза, где имеется описательная часть, где обязательно должна быть информация о размерах опухоли, о локализации опухоли, об инвазии опухоли, о распространении опухоли на влагаличные своды, распространении опухоли на параметрии и, безусловно, состояние региональных лимфатических узлов. Для нас, хирургов, которые используют высокотехнологичные методики, эндовидеохирургии в лечении рака шейки матки, уже с нашим современным знанием такой субанатомии, знание интерфациальных пространств малого таза, для нас крайне важно знать не только заинтересованность параметрия, не только глубину инвазия параметрия, но также четкую локализацию инвазии параметрия. Мы разделяем передний параметрий, боковой и задний. И от заключения специалиста-рентгенолога, потому что мы пытаемся все же как-то объективизировать данные исследования пациента на гинекологическом кресле, от заключения рентгенолога будет зависеть наша дальнейшая тактика. Идеология следующая. При заинтересованности структур переднего и переднебокового параметрия, при местно распространенных стадиях рака шейки матки, вопрос о возможности радикального хирургического вмешательства нами снимается полностью. Ввиду анатомической узости этого пространства, наличия мочеточника, мочевого пузыря, сомнения возможности радикального иссечения ткани, даже при возможности какого-то неодевантного лечения, при крайне возрастающем риске ранения мочеобуделительной системы, развития возможностей вещей и исключения определенных этапов лечения в виде лучевой терапии как таковой. Если же речь идет о поражении бокового параметрия или заднего параметрия, здесь маневра для хирургии намного больше, и, безусловно, модальность неодевантной полихимиотерапии с целью редукции размера первичной опухоли, возможного разрешения инфильтрации, насколько она специфична, это, наверное, тема отдельного доклада, инфильтрация параметрия является очень актуальной. И при наличии зафиксированного ответа при магнитно-резонансной томографии органов малого таза в виде частичного или полного ответа мы пойдем в операционную. Наверное, все же придется доклад определенным образом сокращать буквально несколько слов о характеристике регионарных лимфоузлов и поражения лимфатической системы как таковой. Дело в том, что опять мы сталкиваемся с определенными границами чувствительности метода. Микроскопическое поражение лимфатических регионарных узлов не всегда удается нам выявить при использовании лучевых методов диагностики. В таких случаях нами используется методика определения интероперационных сигнальных лимфатических узлов с использованием методики ICG, если специалисты-рентгенологи говорят нам о том, что лимфатические узлы интактны, то особенно при микроинвазивных формах, выполнении органосохраняющего лечения, ICG-диагностика сигнальных лимфатических узлов со срочным гистологическим исследованием интероперационно для нас сейчас это является стандартом. Другое дело, что существуют пограничные состояния, когда либо размер узлов носит такой пограничный характер, либо структура лимфатических узлов при лучевых исследованиях изменена. Мы в таких случаях все же планируем радикальное хирургическое вмешательство, но это, наверное, организационная проблема, мы должны иметь время выполнить такую операцию. Но в первую очередь, как правило, лапароскопическим доступом мы раскрываем параметрии, пытаемся найти эти узлы, которым нас навигируют специалисты-рентгенологи, и выполняем, опять же, срочное гистологическое исследование подозрительных суспециозных узлов. В случае обнаружения метастазов рака мы нашли в себе мужество использовать методику прерванной гистероктомии. Ну, понятно всем, что хирурги, как крокодилы, захватив между зубов, уже не могут не проглотить, но мы учим себя эти челюсти размыкать, руководствуясь сомнениями специалистов службы лучевой диагностики. Николай Ударович. Мы завершаем, да, и буквально два слова. Дело в том, что какие вопросы мы ставим, я уже, наверное, озвучил, а вот как мы их будем решать, мне кажется, что это хороший пример того, что в зале, где обсуждаются вопросы лучевой диагностики, становится все больше и больше хирургов, я думаю, что именно таким образом эту проблему решить можно. Междисциплинарные комиссии МДТ, которые проводятся еженедельно в стандарте, в рутинной работе нашей клиники, и мы уже не представляем себе обсуждение пациентов без участия специалистов отделения лучевой диагностики, совместного просмотра всех архивированных данных о пациенте, присутствия радиологов, специалистов по лекарственной терапии, морфологов, я думаю, только так мы можем идти вперед. И тоже хочу и поблагодарить руководителя нашей лучевой службы о том, что, первое, нам доступны специалисты компьютерной томографии 24 часа в сутки. Мне это приятно, как хирургу, огромного вам спасибо. А второе то, что специалисты отделения лучевой диагностики сейчас у нас умеют очень быстро надевать хирургические костюмы, оказывается, в операционных, потому что обсуждение сложных диагностических случаев должно производиться прямо у операционного стола совместно. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Николай Адуардович. Но мы вас, можно, не отпустим, задержим на пару минут. У нас волонтер с микрофоном в зале, поэтому вы руку можете поднять. Пожалуйста, выйдите в центр зала, чтобы вас выделили девушка в желтой маечке, вас видят. И руку поднимайте, и мы вопрос ваш, соответственно, переадресуем докладчику. Да, Ирина Анатольевна, вы получите приз за активность. Андрей Анатольевич, у меня вопрос к вам. Прокомментируйте, пожалуйста, относительно, собственно, ресист протоколов. То есть, когда пациентка получает химиолочевое лечение, только что было сказано, что оцениваем по ресисту. Как мы ведем, то есть мы наклоняем срезы, не наклоняем, вводим контраст, не вводим. Как это организовано на вашем отделении? Специальный протокол есть на химиолочевое лечение рака шейки матки на вашем отделении? Нет, у нас нет специального протокола на химиолочевую терапию, ну да, химиолочевую терапию контроля. У нас есть специальный протокол для шейки матки. Мы выдерживаем этот протокол в течение всего периода наблюдения. Он известен, он опубликован во всех гайдлайнсах. Специальные прицельные срезы, и на них мы делаем измерения. Просто на ресист рекомендуют использовать ортогональные срезы, а в классическом протоколе, ресур рекомендованном, то это рекомендуется выставлять перпендикулярно оси цервикального канала. То есть где в конечном итоге для ресиста измерять сумму размеров? Я могу сказать, что в большинстве случаев мы делаем прицельные стандартные исследования, специализированные на шейку матки. Мы не делаем ресист классический. Видите ли вы перспективы в волюметрии? То есть может быть волюметрическое исследование до начала лечения и после начала лечения будет более точным? Что вы думаете в этом поводу? У меня такое, будем говорить, двоякое мнение о волюметрии. Конечно, погрешность она существует, достаточно высокая, все зависит от той машины. Если говорить применительно к нашим машинам, у нас достаточно высокое качество. Но, к сожалению, пациентки уходят от нас и делают исследования в других центрах, поэтому волюметрия пока под вопросом большим. Поэтому классические измерения, какие указаны в рецисте. Может быть, в зале есть вопросы? Есть вопрос, который мучил меня всю сессию. Можно я его задам? Да, конечно. Когда вы начали свой доклад, вы сказали о том, что работы будет больше и, в общем, заболеваемость прогнозируется, что она возрастет. А как же борьба с ВПЧ, как же вакцинация? Разве это не спасет мир от плоскоклеточного рака шейки матки? Ну, говоря, что нет. Я привожу данные статистической службы. Я не занимаюсь конкретно самопрогнозом пользу чужими данными. Вы разбили мне сердце только что. Мир, может быть, спасет, но страны, развивающиеся и где еще нет системной профилактики ВПЧ, не спасет в ближайшие несколько десятков лет. На этой оптимистической ноте. Поэтому у нас работа еще будет. Работы много, да. Они только прибавятся, безусловно. Спасибо большое.